Пока народ рассаживается, мы потихонечку будем начинать. И сегодня мы поговорим с вами про архитектуру и как можно или угробить, или не угробить свой проект за пару лет. Ну, изначально в докладе было написано за пару лет, но после общения здесь на конференции, кажется, уже сейчас мир ускоряется, и это за пару месяцев. Ну, кому как везет. И для начала бы здорово было бы со всеми познакомиться и понять, собственно, кто из вас принимает какие-то технические решения в проекте. Там фреймворк, библиотеку такую используем, тут наследование, тут полиморфизм. Ну, большая половина сочувствуем. Вот. И давайте познакомимся, это я, Михаил Дружинин. Работаю 12 лет уже в IT. Большую часть занимаюсь разработкой каких-то сложных систем, архитектурой их. Вот. Достаточно часто участвую, скажем так, во вскрытиях систем, когда уже случается так, что, знаете, вот что-то совсем не работает. Вот. Приходит ко мне и спрашивает, Миша, можешь посмотреть? Там что-то совсем не так. Вот. Идет не так, как мы хотели бы. Вот. И часть этого доклада – это, собственно, какое-то обобщение опыта вот таких разборов. Ну, и, собственно, я очень неравнодушен к тем системам, которые живут там достаточно долго. Да. Там вот 10 лет, например, они работают в продакшене, все хорошо как бы развивается. Вот. И, как бы, это здорово. Вот. Собственно, как бы основные проблемы, которые я слышу, вот, это там код сложно поменять. Да. Ну, там много работы нужно будет делать. Вот. Кто-то говорит, архитектура нашей системы не очень. Да. Приходишь к разработчику и говорит, а, архитектура системы… Кто такое говорил уже в своей жизни? Отлично. Вот. И следующая фраза такая – все, переписать все нужно, нужно зарефакторить, выкинуть все вот туда. Да. Эти вещи происходят по, как бы, одной и той же причине. На самом деле, как бы, если чуть ниже туда опуститься, причина очень простая. Тебе что-то добавить в твой проект становится просто долго. Да. Оно несложно, оно не очень. Просто долго, неприятно иногда бывает. Вот. И это все из-за сложности системы. То есть система как бы растет, развивается, увеличивается там количество классов, модулей, всего-всего нагромождается. И как бы в какой-то момент оно тебе просто в мозг не влазит. Вот. И ты такой, нет, лучше переписать. Вот. И вторая большая такая же проблема, связанная с этим, как бы ты в какое-то место что-то добавляешь, да, ломается в соседнем месте. Такой, блин, пошли править. Вот. И цикл развития, как бы, системы, он выглядит как-то вот так вот, как на картинке. Да. Все начинают вот это с конфетно-букетного периода, да, знаете, когда у вас все хорошо, модули пишутся, все здорово, вот эта вот такая зеленая зона, когда вы все делаете фантастически быстро. Тут вот по оси X у нас как бы какая-то сложность системы, да, вот, а по Y это время, за которое вам нужно там впилить какую-то функцию, вот. И у всех все хорошо, никто ни о чем не думает, как бы мы просто код фигашим, все здорово. Вот. Потом начинается какое-то замедление, вот тут уже часть народа приходит, такие, знаете, что-то не так происходит, нам нужно что-то поменять, вот. Но это тоже, в принципе, нормально, в этом месте можно жить, спокойно работать, все хорошо. Вот. А потом, как бы, эта сложность, она так вот в потолок начинает взлетать, и мы попадаем вот эту в красную зону, вот, когда, как бы, ты что-то меняешь, и все, все разваливается. Это вот как раз любимый термин job security есть. Вот кто-то осознанно вот систему туда загоняет, вот, и потом живут долго вот так вот там, что-то правят, вот, не делайте так, пожалуйста. Вот. И, собственно, почему растет сложность системы? Как бы, мы либо что-то не поняли, не поняли там цель, задача, и, как бы, сделали другое. Человек хотел, как бы, самокат, вы ему ракету притащили. Говорит, зачем мне ракета? Я по конференции хотел ездить. Он говорит, что ракета – это круто. Вот. И вторая, как бы, сторона медали – это мы что-то захардкодили. То есть мы, как бы, не до конца понимали, что будет происходить, и не оставили себе какой-то гибкости, просто прибили гвоздями там к стене. Да, потом, когда, как бы, нужно что-то другое повесить, вы, как бы, эту картину со стены снимаете, вот, там дырки остаются, так как, м-м-м, давайте что-то другое прибивать. Вот. И просто спешили. Это вот банальная проблема. И в итоге у нас получается, как бы, за годы разработки системы вот какая-то такая штука классная. Вот. Картинку нужно читать справа налево. Да. То есть вот, как бы, справа мы начинали, мы строили хорошую, такую клевую систему. Да. Потом у нас, как бы, пришли либо другие люди, либо что-то случилось, как бы, начали по-другому строить. Кто-то сказал, как бы, металл не модно, надо строить из кирпичей. Да. Как бы, примените любой фреймворк современный. Вот. Потом, как бы, время заканчивается, а мостик не достроен. И люди начинают, давайте быстрее, как бы, из чего-то соберем. Вот. Получается такая система. Вот. И, в принципе, она работает. С ней, как бы, не так много проблем. Кроме того, что в тот момент, когда вам нужно добавить в этот мостик, например, я не знаю, возможность по нему ездить там трамваю, вам придется, как бы, по сути, с тремя системами работать. Вот. У меня одна из команд называла вот это вот исторические слои. Исторические наслоения системы. Так потихонечку. Вот. Ну и, собственно, будем о чем и говорить сегодня. О том, что мы упускаем из виду, почему мы туда приходим. Вот. Сейчас уже сложилось мнение, что не прийти туда невозможно, но можно этот срок как-то так отодвинуть и сделать его проще. Мы регулярно что-то упускаем из виду. Мы упускаем из виду то, что с системой происходит во времени. Вот. И просто поговорим о том, как избегать стандартных ошибок и, как бы, жить чуть-чуть проще. Вот. Собственно, основная часть доклада, как бы, вот, это основная мысль. Хорошо делай, хорошо будет. Все. Вот. То есть, если вы ожидаете в докладе сейчас сложных технических вещей, как бы, микросервисы, не микросервисы, вот нет, не будет. Это доклад не про микросервисы, не про монолиты, не про мониторинг. И вообще, по большому счету, не про технологии. Это доклад про то, как вот не попасть вот в ту красную зону. Да. И в нашем случае, как бы, основной пустулат – это не увеличивая сложность системы. То есть, если ты можешь сделать как-то проще и попасть туда же, как бы, делай так. Все. Это вот весь доклад. Можно, в принципе, вставать и расходиться сейчас. Вот. Кому нужны интересные детали, поехали дальше. Вот. И первый вопрос, который хотелось бы вам задать, просто наподумать. Вспомните, какая архитектура вашей системы. Если у кого-то есть там куда-то записать, запишите. Архитектура моей системы… Подумали. Вот. Обычно, как бы, отвечают, что у нас там многослойная, микросервисная, еще какая-то, да. Моя любимая, как бы, трехслойная архитектура. Вот я когда слышу про трехслойную архитектуру, ты вот идешь по Питеру, смотришь, классный дом. Какая архитектура у этого дома? И тебе отвечают, трехэтажная. Вот. Собственно, примерно того же порядка ответа получается. Вот. И, собственно, если там полезть в Википедию, посмотреть определение архитектуры, мы увидим, что, как бы, архитектура – это структура. То есть структура системы – это важно. Важно. Вот. И какое-то долгое количество времени в индустрии все говорили, что вот архитектура – это просто структура нашей системы. То есть как мы ее разбили на модули, разделили, все. Вот. Вот. Потом туда добавились какие-то вещи про процессы внутри системы, как данные переходят туда-сюда. И потом еще и про развитие системы. Вот. Но мне больше всего нравится вот это определение. Просто архитектура системы – это то, что наиболее важно. Как бы не надо сильно привязываться к чему-то конкретному. Это то, что важно конкретно для этой системы. Это вот Ральф Джонсон, как бы, паттерны проектирования, Gang of 4. Как бы человек, который что-то понимает в разработке ПО. Вот. И теперь давайте вспомните еще раз свою систему и подумайте, как бы, вот, какая же у вас архитектура на самом деле. Вот. Что в ней самое важное и почему? Так, порефлексировали чуть-чуть. Вот. А это вот система, которую мы сегодня будем рассматривать. В принципе, нормальная система. Не совсем айтишная, но так проще для понимания. Вот. И уже поехали, собственно, в проблемы, которые у нас возникают. Первая самая банальная проблема – это то, что хрустальный шар в голове разработчиков, в голове архитектора, в голове кого угодно, он работает как бы достаточно плохо. Люди с предсказанием будущего, они последние 2000 лет регулярно промахиваются. Люди не могут предсказать прогноз погоды на два дня вперед. Мы говорим о прогнозировании для систем. Вот. И то, что в этом важно, как бы, большинство тех предположений, которые вы там в голове себе сделали и не продумали, оно как бы так не совсем верно. Оно неверно от зоны, как бы, чуть-чуть неверно до зоны, это совсем в другую сторону. Да, вот. Вы когда спрашиваете иногда путь, мне куда идти? Туда. Ну, не факт. Может быть в обратную сторону. Вот тут так же. И, как бы, наш мозг и, как бы, сами люди помогают эти решения, как бы, протаскивать. И вот тут вот будет сейчас несколько таких искажений, которые нам мешают строить нормальную систему на самом деле. Самая, как бы, такая вот банальная – это успешное решение в прошлом. То есть я строил системы с использованием SQL последние 10 лет. В этом проекте нам точно нужен SQL и, как бы, все остальное нам не нужно. Отлично. Опять-таки, имеющиеся навыки у людей. То есть мы умеем делать это, мы не умеем делать это. Мы будем вот бить теми молотками, которые нужны, и, как бы, игнорировать происходящее вокруг. Самое большое искажение выбора, которое у нас происходит из-за предыдущих ошибок. То есть если у нас когда-то болел перформанс почему-то, то есть у кого-то в каком-то проекте пришлось тушить этот пожар, то все следующие системы обязательно будут сразу быстро оптимизироваться и вот весь фокус будет туда. Не важно, что эта система пишется там для 100 человек и, как бы, о ней пользуются очень редко. Там другие критерии важны. Все равно перформанс будет на первом месте. Вот. И, как бы, последняя такая вещь, которую мы регулярно делаем, это решаем общие задачи. То есть ты, как бы, разговариваешь с человеком, говоришь, нам нужно вот сделать вот это. Человек сразу начинает делать фреймворк для решения таких задач и еще каких-то похожих из них. Вот. Это очень сильно увеличивает сложность. И вот на этом многие, как бы, гробят проект буквально за, я не знаю, за первые месяцы на самом деле. То есть мы вместо того, чтобы разрабатывать бизнес-функциональность, мы там строим, как бы, красивые шаблоны, там, фабрика, абстрактная фабрика, которая порождает другие фабрики. И вот это вот все. Да, мы не успели, как бы, там, первый раз что-то задеплоить, а у нас уже система стала, блин, космолетом. Вот. На этом, как бы, ошибаются многие. И просто вот запомните себе это. И, как бы, в следующий раз, когда вы принимаете какое решение, подумайте, а это делаю потому, что, вот, как бы, в прошлый раз что-то было или оно вот действительно сюда. Вот. И чтобы понять, что, как бы, а куда нам, собственно, вопрос, а зачем делается ваша система? Вот мы делаем систему, чтобы что? Тоже можете про свою систему вспомнить, и, как бы, а зачем она вообще нужна. Вот. Многие ответят на этот вопрос очень просто. Как бы, ну, вот, есть функциональные требования. Я, как пользователь, хочу, чтобы ттт переходить по мосту, чтобы попасть из точки А в точку Б. Аналитик пришел, принес требование, сказал, вот, мы хотим, мы хотим по мосту переходить с точки А в точку Б. Все отлично. И таких требований будет пачка. Вот. Но на самом деле, если посмотреть на это чуть-чуть шире и подумать, а зачем, как бы, а зачем переходить по мосту-то вам вообще? Вот. На самом деле может оказаться, что система нужна, чтобы перемещать, как бы, объекты из пункта А в пункт Б, как бы, и за это денег брать. Система нужна, чтобы зарабатывать на ней деньги, как бы, за счет перемещения. Нам не мост нужен, нам денег зарабатывать нужно. Вот. И тут возникает вот интересный вопрос с этим же мостом, прекрасным, да? То, что, а может, тут не мост нужен? Может быть, тут нужен, там, я не знаю, плод, катапульта, гиперлуп, потому что расстояние очень большое. Откуда вы знаете, что вам здесь понадобится мост? Все-таки, ну, мы в прошлый раз мост строили. Мы предыдущие 20 лет строили мосты. Наверное, тут нужен мост. Вот. Как бы, это вот первая ошибка, которая вас уводит, как бы, сразу совсем в другое направление относительно того, куда вообще нужно было двигаться. Вот. Потом, если дальше поговорить, там, покопаться с разными людьми, пообщаться, понять, собственно, можно еще какие-то вещи узнать, да? Мы планируем, там, какую-то нагрузку на систему. Эти вещи тоже люди, вот, с которыми вы будете разговаривать, скорее всего, знают. Ну, их можно предположить, да? Нет систем, которые, как бы, ну, предположим, мы делаем систему для, я не знаю, для моих любимых парашютистов какую-нибудь, да? Этих людей в мире, там, 100 тысяч человек. Ну, накинем еще сверху в три раза. Вот 300 тысяч человек – это та аудитория, которая будет у системы. Все. Приехали. Не надо думать, как бы, о многомиллионных нагрузках, например. Вот. Такое же упражнение можно с любой системой сделать и понять, а, собственно говоря, какой сайзинг-то будет. Вот. Причем люди тут очень забавные искажения получаются. Ошибаются, как бы, классические ошибаются в меньшую сторону, да? То есть, как бы, думают, у меня будет тысяча человек, потом наступает хабрый эффект и, как бы, все легло. Вот. И ошибаются в большую сторону, когда говорят, у нас будет много, ты закладываешься на это все, там, серверов, всего, а потом оказывается, что нет. Все вместилось бы на одном. Вот. Ну, и, как бы, дальше можно поговорить, как бы, цели и беспокойство у людей, которые хотят от этой системы получать какие-то плюшки, они могут быть разные, да? Например, может быть, недопустимо причинение вреда в ходе перемещения, да? Ваша система должна быть безопасна. Для какого-то класса системы это может быть, ну, безопасность что-нибудь там, да? Для какого-то это будет, как бы, первое требование. Оно должно быть в первую очередь безопасно, а потом все остальное. Вот. И для того, чтобы выяснить эти вещи, собственно, есть, как бы, заинтересованные лица, есть круг людей, которых можно спросить. По-английски они называются key stakeholders, вот, не путать со стейками, да? Это люди, которые, как бы, которые заинтересованы, которые получают какую-то выгоду от системы. Это могут быть пользователи, могут быть заказчики системы. То есть про пользователей обычно все помнят. Про заказчиков помнят не всегда. То есть вот те люди, которые, как бы, денег с этой системы будут получать или еще какие-то вещи, да, про них иногда забывают, потому что они где-то там далеко и, как бы, не успели с ними поговорить. Поэтому бывают системы, которые, как бы, основную свою функцию предназначения не выполняют. Что с этим происходит? То, что в какой-то момент эти люди появятся на сцене, они скажут, что, блин, а нам это надо. И что мы будем делать? Мы будем экстренно это все добавлять. Потому что мы уже в продакшене, мы уже взлетели, и как бы а вот никак. Нас партнеры требуют каких-то вещей, а мы их-то не сделали. Надо быстренько доделать. Следующий пункт это эти люди вообще почему-то регулярно забываются, что они тоже важны в процессе. Это команда разработки. Разработка, тестирование. Все эти люди, которые этот продукт делают, они тоже важны, потому что им с ним жить в ближайшие несколько лет и что-то в нем делать. Но этих людей вообще забывают всегда. То есть команда поддержки, которая будет потом с продакшеном работать, все-таки они там сами как-то разберутся. Тут есть отдельные конференции про DevOps, про это дело. Но основная мысль – то, что вам нужно подумать и поговорить с этими людьми и понять, что для них нужно включить в систему с первого момента, чтобы система работала. У меня был прекрасный пример. Система вышла в продакшен. Но я думаю, это неумядного такое было. И ребята забыли сделать хоть какой-то интерфейс, не то чтобы администрирование, а просто просмотр того, что в системе происходит. А система была транзакционная такая. То есть люди приходили, проводили платежи, они куда-то уходили, как бы 15 интеграций с разными партнерами, и у тебя кроме логов и базы данных вообще ничего нет. И оно вот как бы после продакшена, оно как-то разваливается иногда, что-то не складывается. Клиент звонит, говорит, у меня вот не прошли деньги. Люди такие, да, хорошо, сейчас мы две SQL-очки, тут посмотрим, тут по логам погрепим. Ну, это продолжалось недолго, но как бы это приводит к тому, что вот эту часть приходится очень быстренько доделывать. И вместо того, чтобы ее доделывать быстренько, лучше они как-то позаботятся заранее. И как бы есть еще одна категория граждан, про которые как бы забывают. Это кто-то еще. Это может быть какая-то бабушка из бухгалтерии, которая действительно важна, чтобы вы ей раз в день присылали какие-то отчеты, которые им нужно репортить, не знаю, в какую-нибудь налоговую. И бабушка будет страдать от того, что у нее этого нет. Либо еще кто-то, как бы этот круг лиц, он такой большой. Приходится осматриваться каждый раз и думать, а как бы по кому это бьет. Вот. И, собственно говоря, как бы вы находите этих людей, вы приходите к ним, разговариваете с ним, выясняете из них все такое, собираете этот список, да, и мир становится лучше на самом деле. Прям классно становится все. Вы можете клево делать свою систему, но обычно, когда к этим людям приходишь, спрашиваешь, а как ты хочешь, чтобы система работала? Ты получаешь вот какой-то такой ответ. Нужно делать так, как нужно. Как не нужно, делать не нужно. И, к сожалению, как бы приходится эту цепочку раскручивать дальше. Классические вопросы пять раз почему и зачем, это вот как раз сюда. Какие могут быть цели в основном у системы и откуда можно строить диалог? Это там уменьшение стоимости владения, либо там получение денег, какой-то в эту сторону. Кому-то деньги не важны на самом деле. То есть где-то нужно просто, чтобы там свойство системы или какой-то бизнес-процесс стал лучше. Я не знаю, мы как бы закрывали суппорт-тикеты за два дня, и из-за этого от нас клиенты постоянно уходят. Мы хотим закрывать суппорт-тикеты за полчаса или за час. Мы поставили цель, мы хотим большинство, там 95% суппорт-тикетов закрывать за час. Когда люди приходят, говорят, у нас вот что-то не срослось. Это может быть целью вообще системы или проекта какого-то, что вы делаете. Может быть это вообще какие-то рекламные цели. То есть компания хочет от этой системы только вот как бы какого-то пиар-эффекта. У меня были системы, которые делались на один раз. Практически на один раз. То есть ты делаешь систему, выпускаешь ее в продакшн, проходит рекламная акция, которая может длиться месяц, неделю, ну сколько-то времени. Все, после этого система не нужна. Все говорят спасибо, как бы клево и расходятся. И на самом деле, кстати, здесь кроется еще одна такая прикольная ошибка. В тот момент, когда он скажет, да, вот мы сделаем и это выкинем потом, как бы эти же люди возвращаются через какое-то время и говорят, знаете, у нас что-то было, давайте мы это дальше будем развивать. А ты такой, блин, а мы же ее одноразово сделали. И это постоянный баланс, который где-то придется поддерживать. Хрустальный шарик не работает, вы в большинстве случаев не угадаете точно, но если поговорить и спросить, а вы потом что с этим делать будете? Вот сказали, мы как бы выкинем, а дальше то что будет? Кто-то скажет, ну, наверное, мы еще компанию такую же через полгода будем запускать, только с другим контентом. Такой, ага. И самое главное, это тоже, что вам ответят в большинстве случаев, зачем вы хотите мост? Нам нужен мост, чтобы был мост. Вот этих ответов тоже куча, и приходится их каждый раз убирать. То есть система или какие-то результаты, там деятельность системы, они как бы не цель. Цель, она где-то вовне. То есть цель – это получение каких-то денег. Это как бы была первая часть, про которую мы говорим, то есть как бы цели, зачем мы вообще все это делаем. Это помогает как бы настроить курс системы и куда-то двигаться. Есть второй важный кусочек. Это хорошо ли система работает. Собственно, знаете ли вы, каковы метрики вашей системы, можете ли вы сказать, моя система работает сейчас хорошо, а вот сейчас она работает не очень. Вот кто может сказать про свою систему так? Один. Что-то меньше людей, чем те, которые поднимали руку про переписать все. Собственно говоря, это нужно выяснять. И для этого люди этим занимаются уже последние лет 40, наверное. Есть достаточно простой, скажем так, фреймворк, который называется, как бы люди его называют нефункциональные требования, атрибуты качества, там capabilities и так далее. Это вот снимок из Википедии. Обычно их кто-то называет, просто abilities какие-то. Это какие-то критерии системы, которые уже не цели, но которые говорят, вот моя система работает хорошо или не очень. За сколько машина разгоняется до 100 километров в час? Вот критерий. Говорит, мы хотим, чтобы разгонялось за 3 секунды. Вот этот критерий, который предъявляется к системе, она вот качественная, когда она разгоняется за 3 секунды. Если за 4, уже все, фигня. И выделяют, собственно, группы атрибутов качества. Вот я их для себя так выделяю, просто чтобы с ними было удобнее работать и не смотреть как бы во все, по всем сторонам, его как бы крутиться здесь. Первое – это доступность и время восстановления после сбоя. Кстати, сразу скажу, что группа атрибутов качества и вообще атрибуты качества можно не только к большой-большой системе применять, но и спускать их вниз как бы на модули, модули там чуть ли не до классов. К каждому какому-то логическому кусочку можно предъявлять какие-то свои вопросы. Тем более, если сейчас модно становятся микросервисы, как бы все это разделять, вот каждый сервис, он может своими атрибутиками обладать. И в какой-то момент, если вы чувствуете, что у вас как бы вся система, вы пытаетесь вот на них как бы одни метрики натянуть, но кажется, что вот это неправильно, скорее всего, можно систему просто поделить на какие-то логические блоки и у каждого будут свои цели как бы и свои атрибуты качества. Система, она такая немножко фрактальная получается. Ты смотришь на всю систему, потом разбираешь ее вниз, смотришь меньше, меньше и как бы получается понять, а вообще что хочется получить. Так, доступность как бы продалбывают все, наверное, до какого-то момента, как бы до первого пожара обычно. То есть, если вы придете еще к заинтересованным лицам, спросите, а какая вам доступность нужна, вам скажут, конечно, 100% всегда пожалуйста. 100% достижимо плохо, приходится как-то это двигать туда и сюда. Но, как правило, люди не думают. Люди не думают о том, как вы будете делать деплой и что будет происходить с вашей процессинговой системой во время деплоя. Вот как мы выходим в продакшен, а как бы у нас тут клиенты шлют сообщения, что произойдет. Вот как бы этот вопрос обычно у людей возникает либо перед деплоем, либо после деплоя, когда что-то потерялось. Достаточно часто бывает. Время восстановления после сбоя как бы обратная сторона той же самой медальки. То есть, как бы нам нужно знать, что систему можно перезапустить за сколько-то часов. Вот если все горит, сколько мы готовы потратить времени и денег, чтобы вот система не работала. Эта циферка, она очень быстро появляется на самом деле. Там 2-3 часа, 4. Может быть для кого-то 15 минут. Это как бы уже недопустимо и простой. Недавно работали как бы с одной системой тренинговой. 15 минут – это весь запас тебе на весь год, когда система как бы не работает. Вот все, крутимся. Потому что, блин, нельзя. Ну, такое. Следующая группка, которые они тоже тут будут идти по мере того, как их продалбливают, это развитие и ремонтопригодность. То есть, людям как бы нужно понимать, как система будет развиваться и как в нее можно новые модули добавлять. То есть, развитие можно очень хорошо проследить из целей. Если вам в какой-то момент говорят, что вот мы планируем как бы запуститься сейчас в России, но потом выходить на мировые рынки, это вот у вас зона как раз развития. Вы понимаете, что вот придется новые страны добавлять, новые какие-то там языки, все, таймзоны и так далее. Мы должны знать, как мы новые модули будем добавлять и что в нашей системе есть, куда эти модули потом вставить. Ремонтопригодность это обратная сторона о том, что мы можем пофиксить дефекты в системе. То есть, как бы мы понимаем, как мы заглянем в нее и как бы что-то изменим. Вообще поймем, что не так. Как бы большинство связывается с тем, что когда происходит дефект на продакшене у кого-то, сложный какой-то, ну что сделать, давайте логи соберем, давайте там дамп памяти соберем и все. И никаких инструментов нет для того, чтобы хоть как-то разобраться, что произошло. Об этом нужно думать и как бы встраивать систему. Потом это становится больнее и неприятнее. Дальше то же самое управляемость, поддерживаемость. Можно ли в системе что-то поменять, вот когда она на ходу едет. Можно там скорость переключить. Или там добавить больше серверов на ходу. Ну это вот масштабируемость та же. И как бы посмотреть, что в ней происходит. Этот пункт с GDRP всем он как бы стал более заметен. Но до этого момента все как бы на него просто не обращали внимания. Было много анекдотов на эту тему, что регуляторы по персональным данным и законы были уже год назад, но все заимплементировали это в последний день, когда стало нужно. В разных зонах есть разные требования, разные регуляторы и разные требования по безопасности. Например, сейчас рассматриваю одну систему, которая там прожила несколько лет. Хорошо, у них все шло нормально. А потом люди посмотрели, говорят, знаете, а мы тут шарим данные, которые подни пользователи не должны видеть с другими. А этих пользователей там их много, и политики сложные такие. Хорошо, нам придется часть системы переписать под это дело. Эта часть системы, все эти выражения не такие цензурные были. И это выглядит больно, и это больно всем. Это больно и тем людям, которым эта система нужна, потому что они понимают, что у них тут образовалась дыра в бюджете. Это больно тебе, потому что ты смотришь такой, окей, как мы сейчас это будем встраивать сюда. Этих ребят тоже все забывают регулярно. Кстати, кто здесь занимается тестированием? Ну, не так много. Ну, про вас обычно забывают, и как бы из-за этого все системы тестируются просто черным ящиком, UI-ные тесты и так далее. И говорят, мы не можем создать тестовые данные в системе, у нас никакой ручки для этого нет. Правильно, потому что никто не подумал, а как мы будем тестировать эту систему и проверим, что наш там очень красивый космолет, он вообще как бы структурно правильный. Ну, и последнее, производительность, масштабируемость. Почему-то тоже все забывают. Вот вроде бы казалось, на это-то все наступают регулярно, и все равно все забывают. Причем, как бы, ментальные блоки, которые у людей происходят, они очень такие смешные бывают. Ты говоришь, почему вы не подумали о производительности? Я говорю, знаете, нам никто не сказал, сколько будет клиентов, поэтому мы сделали как попало. Ну, и так далее. Собственно, как бы, вместе с этими требованиями, как бы, вы их так собрали, тоже расписали, все хорошо, как бы, возникнет следующая проблема, которая является, ну, такой, большей частью работы там любого архитектора или как бы любого сильного технического лида, да. Требований много, как бы, если все вот вместе сложить как-то, у вас как бы некуда, решение не получается. Вот, например, если взять вот такую простую платежную систему, с одной стороны есть, как бы, скорость проведения платежа, да, с другой стороны есть большая туча проверок, там, корректности, антифродов, всего, да, и вот, как бы, между ними приходится постоянно искать баланс какой-то, да, не получается сделать просто так, чтобы все работало, и чем-то приходится жертвовать, да, а там еще есть стоимость разработки, как бы, мы не можем еще два года, как бы, делать так, чтобы этот алгоритм работал прям вот идеально. Вот, приходится чем-то жертвовать, и, как правило, простой ответ здесь, нужно знать, что, скажем так, убьет ваш бизнес. Да, нужно знать то, что, вот, если мы это не сделаем, нам будет плохо, а если мы это не сделаем, ну, нам будет больно, но не так плохо. Вот, это как-то пытаться приоритизировать, и чем-то приходится жертвовать. Да, периодически в системах жертвуют безопасностью. То есть, если вы серьезно поговорите с любым безопасником, они скажут, ну, как бы, наши системы не стопроцентно безопасны. Мы не можем, если мы сделаем систему стопроцентно безопасно, транзакция будет проходить полтора часа. А нам нужно пять секунд. Все. Чем-то пожертвовали, это на те риски, на которые мы идем. Самое хорошее для разработки и для нас состоит в том, что если вот собрать вот этот вот весь каркас из целей, собрать весь там каркас из приоритетов и вот этих требований, с его помощью можно разговаривать с людьми и говорить. Когда тебя просят накрутить чего-то здесь, когда тебя просят, говорят, давайте мы здесь вот там скорость улучшим, ты говоришь, да, хорошо. Нет, приходит безопасник, говорит, давайте вот нам еще 15 проверок нужно. Ты говоришь, да, хорошо. Но смотри, мы при этом теряем вот этот вот показатель. Как бы вот все заинтересованные лица, они согласны с тем, что у нас с производительностью падет? Нет. Окей. И начинается диалог. Потому что если не использовать какие-то вот такие численные инструменты или хотя бы, ну, описанные, да, диалог весь строится на такой, ну, это плохо, нам как бы так не нравится, ну, это будет неправильно. Вот. Понятное дело, серьезные взрослые там дяди и тети как бы на фразу нам так не нравится, говорят, ну, сделайте, пожалуйста. Как бы нам как бы не важно, чтобы вам нравилось. Вот. И в итоге у нас получается вот какая-то такая функция, вот, которую нам нужно как-то оптимизировать. Любая локальная оптимизация в ней скорее всего будет вам стоить потом дорого. Вот. И, собственно, если так вот подытожить первый блок, это архитектура, это у нас курс развития системы и вот набор вот этих вот приоритетизированных ограничений, в которых система будет развиваться длительное время. Ну, и вообще неплохо было знать, куда мы плывем. Вот. Вот. И теперь у нас вторая маленькая проблема такая. Вот мы собрали все требования, у нас все вот хорошо, мы устаканились совсем, договорились, но как бы мир меняется. Частота изменений мира, она вот как бы с каждым годом все больше, больше, больше. Вот. И то, что мы собрали сейчас, оно как бы… Система растет, как бы развивается, растет в разных местах по-разному. Картинка прекрасная, я ее люблю. Она просто говорит о том, что голова у человека растет сильно медленнее, чем ноги. Вроде простая такая штука, но не все в курсе. Вот с системой то же самое. Какие-то части будут расти, какие-то части не будут расти. Вот. И мы не готовы к этим изменениям. Как бы первая ошибка у нас получается, мы вот зафиксировали все изменения так жестко. Вот у нас архитектура, вот у нас так, вот тут все хорошо. И у нас как бы система, которая должна расти, вместо там большого дерева, вот это вот деревце должно вырастать как бы там метр на три. Вот. У нас получается такой бонсай. Это искусственное дерево, которое постоянно с чем-то с ним делает, оно вот вместо нормального вырастает как бы очень маленькое. С системами получается то же самое. А потом говорит, у нас система не поддерживает такое количество пользователей. Почему? Ну, блин, потому что. Потому что его зажали как бы в те решения, которые мы приняли в какой-то момент и не изменили. Вот. Первая как бы сложная вещь, которой можно делать, играться, это выяснять как бы, а где мы будем расти. И с той же самой платежной системой и с расширением бизнеса на страны, да, мы точно будем знать, скорее всего, будут новые страны. Будут, вот какой функционал у меня для новых стран понадобится. Да, давайте вот здесь мы оставим как бы себе чуть-чуть гибкости, да. Или, например, как бы с той же платежной системы у меня есть куча партнеров разных, в каждой из которых как бы ты интегрируешься, что-то отправляешь. Я скорее всего знаю, что у меня этих партнеров будет расти дальше. Да, он не один. Вот сразу оставьте в этом месте как бы себе запас, чтобы они добавлялись. Чтобы как бы когда к тебе приходят и говорят, а давайте второго добавим, да, это не вызывало какой-то бурю эмоций и непонимания. И, собственно, мы оставляем свободы в этих местах. Это очень сильно, к сожалению, зависит от проекта. Тут вообще ничего подсказать нельзя. Вот, но просто подумать в эту сторону очень полезно. Вот, достаточно хорошо спасает. И вторая, собственно, как бы такая банальная проблема. Все забывается, люди меняются, причины принятия тех там решений забываются, как бы договоренности, все забывается, люди забывают все. То есть ты приходишь, открываешь проект, смотришь такой, какое интересное архитектурное решение, какой же мутант это сделал, да. Потом ты залазишь как бы в контроль, в код, смотришь такой, делаешь анатейт, такой, это был я, хорошо, почему же я это сделал? Интересный такой вопрос возникает. И, собственно, как бы тут есть два простых как бы решения. Собственно, все, что можно, все, что вы можете хоть как-то автоматизировать, да, лучше все автоматизировать. Вот, почему-то это, как бы это вот такая сейчас, катин-эйдж практика, все только об этом начинают думать, но идея-то простая. А если у тебя есть какие-то критерии по производительности, да, сделай тесты на то, чтобы у тебя как бы производительность мерилась, да. Причем эти тесты можно сделать, грубо говоря, там на продакшене или там на key environment, и ты видишь, как бы какая у тебя метрика сейчас происходит. Ты знаешь, сколько, какая производительность будет. Ты понимаешь, что с системой происходит. И как бы если что-то не так, загорается красная лампочка, говорит, что-то не так. Вот, или, например, там в каких-то системах есть там требования консистентности данных. То есть, грубо говоря, там один модуль куда-то что-то пишет, второй читает. Да, вот как бы один записал, второй должен прочитать в тот же момент. Вот, и те же данные. Вроде простая штука, но как бы она выпадает из внимания. Потом что происходит? Где-то проседает производительность, становится больше нагрузки и так далее. Вот, и приходит клевый программист, такой говорит, мы тут поставим кэш. Поставляет кэшик, как-то его настраивает, и консистентность пропадает. И как бы в какой момент вы обнаружите то, что у вас вот изначальное вот такое требование, оно нарушилось, но по-разному. Кому-то повезет, оно найдется до того, как это уйдет к пользователям. Кому-то повезет, и оно найдется после того, как это уйдет к пользователям, просто кто-то позвонит и скажет, что у меня вот тут расходятся какие-то вещи. У меня банальный пример, я сам такой же пользователь трейдинговой платформы, ты смотришь такой, у тебя баланс конца дня вот такой-то. Тебе приходит как бы дневная сверка, а там баланс другой. И вот я в тот момент не нашелся, что сказать по этому поводу. Просто написал в саппорт, ребята, а почему, почему цифры-то расходятся? Саппорт сказал, ну знаете, мы не знаем, ну они какую-то там простыню написали, но по факту ответ был, мы не знаем. Вот правильные цифрыки те. Но это не то, что я ожидаю системы. У меня как бы это вот как раз про цели и про то, что система должна быть там, поддерживать какие-то бизнес-процессы. У меня к ней доверие вот так вот с нормального состояния, упало сразу в дынч. Все, спасибо, ребята, мы с вами скорее всего дальше не будем работать. Потому что я не могу себе позволить, чтобы у меня финансовые данные в двух отчетах расходились. И второй способ, который если вы не можете что-то автоматизировать, а в современном мире автоматизировать можно очень много, и как правило, если вы говорите, мы не можем автоматизировать, либо нет времени, либо нет желания разбираться в чем-то сложном, это задокументировать. Задокументировать с фокусом на какие-то главные вещи. Последний как бы тренд – это вот architecture decision records, в которых вы кратенько описываете, почему вы сделали конкретную вот эту вещь. В каком контексте вы принимали решение, почему вы сюда кэш вставляли. Собственно, какую проблемку решали маленькую. В каком статусе все это обсуждение стало, и как бы его приняли, не приняли, заимплементировали в продакшен, либо сказали нет как бы в сторону. И самое главное, какие последствия, грубо говоря, мы каждым решением за что-то платим. То есть в тот момент, когда мы накрутили производительность, мы где-то как бы там потеряли в других вещах. В security мы что-то потратили для этого, чтобы накрутить другую метрику. Это как вот кто-то в какие-то RPG-шки играл. Ты вот одну характеристику прокачиваешь, а другие у тебя стоят на месте. Если какой-то баланс не поддерживать, у тебя получается очень странный персонаж. Вот тут то же самое с архитектурой. Ты прокачиваешь одну метрику или уменьшаешь одну, другая вырастает. И про последствия надо хорошенечко думать и стараться, чтобы последствия были записаны. Тогда хотя бы в какой-то момент времени это все лучше положить в тот же репозиторий с кодом, где вы, собственно говоря, ведете основную разработку. И через полгода вы как бы найдете записку для самого себя, вы открываете, смотрите и такая, а, мы сделали это вот поэтому, здорово. Теперь я понимаю, почему это не мутант человек, а он вот действительно хорошее решение принял. Потому что я не видел той части системы, которая рассматривалась тогда. И вместо того, чтобы принять еще одно неправильное решение, я говорю, окей, мы подстраиваемся и делаем это лучше. Ну и как бы то, с чем, наверное, горят большинство людей, это то, что не все решения долговечны. Это называется волшебным техническим долгом, еще чем-то. Но, как правило, это как бы нежелание человека признать, что вот я в какой-то момент сказал, нужно делать вот так. Это решение могло не пойти. Оно могло оказаться просто неправильным. Куча систем просто завалилась, потому что как бы у кого-то не хватило смелости сказать, нет, вот так неправильно. И человек давил дальше, дальше, дальше на то, чтобы давайте доделаем. А у меня есть прекрасный пример системы, который вот такой, как бы внешний вид, у которого классический e-commerce. У тебя есть какой-то список чего-то и как бы выбор разных там характеристик товаров, грубо говоря. Люди сделали это на SQL. И как бы на первой выборке из 100 записей это работало. Да, да, да. Вот я вижу, человек вот сейчас хмыкивает очень знатно по этому поводу. На 100 записях это работало, на 1000 записей это работало. Но потом как бы оно почему-то перестало работать. SQL стали сложнее, еще что-то, критерии встало. Вот оно все накручивалось. Ты смотришь такой и говорит, а почему как бы не заюзали то, что люди юзают для этого? И ты слышишь ответы. Как бы мы это не умели. Как бы добавление вот этого там, например, Elasticsearch какого-нибудь здесь вызывало бы большую сложность. И вообще оно и так работает. Окей, продолжаем есть кактус. То есть самое главное, надо отказываться от тех решений, которые сейчас не подошли. Вот как с примером с человечеком, который растет. Штанишки в какой-то момент вырастают. Человек вырастает из штанишек. Вот замените их. Не ждите, пока они как бы начнут трескаться по швам и там не пытайтесь их латать здесь. Вот. И, собственно, как бы чтобы самуализировать, архитектура вот с этой стороны у нас, это вот предусмотренная степень свободы там, где мы будем расти, где это может быть нужно. И самый главный контроль того, что требования вот эти как бы наши ограничения не соблюдаются после изменений. То есть мы добавили новую фишечку, мы изменились. И как бы все остальное вокруг не потрещало по швам. Вот. Ну, как бы в качестве заключения то, что нам нужно учесть, когда мы делаем архитектуру системы, вот про что она будет. Это про то, зачем система делается, какие основные функции будут, какие основные нефункциональные требования, там атрибуты качества будут, где мы будем меняться. И про то, с какими людьми мы работаем, что они умеют как бы и как бы что у них болело раньше. Вот. Ну и как бы в дополнение хрустальный шарик точно не работает. Вместо как бы догадок, говорит, я точно знаю, что это будет вот так, просто делайте эксперименты, мониторьте свою реальную систему, как бы понимаете, какие реальные цифры, не верьте себе на слово. То есть в тот момент, когда как бы вы сами говорите, или кто-то вам говорит, это будет вот так, или кто-то говорит, вот этот фреймворк самый лучший, говорит, а докажи. Частенько диалог здесь заканчивается. Не надо верить предыдущему опыту в большинстве случаев, потому что системы меняются очень быстро. Посмотрим на JavaScript, за последние пару лет как бы все поменялось. Человек, который как бы два года назад делал что-то на JavaScript, он скорее всего уже не в курсе текущих изменений, и как бы его боль предыдущая, она как бы нерелевантна вообще ничему. Ну и как правило все врут. То есть если вы спрашиваете человека, вам скорее всего что-то ответит не так. К всему нужно относиться с некоторой долей скептицизма. Ну и собственно что можно почитать хорошего для того, чтобы расширить свои знания в этой зоне. Вот эта вот прекрасная книжка Building Evolution Architecture от коллег из Sotworks. Вот это вот прям как бы мастхефно почитать. Есть классика Розанский Вуд. Это про то, как работать именно с целями и с заинтересованными лицами и как бы собирать с них эту информацию. Тоже говорит про архитектуру систем. Есть хорошие модели C4, называется от Саймона Брауна, про то, как это описывать и как можно там структурировать системку. Тоже очень полезное. И вот эту вот статью как бы я просто рекомендую от Fowler почитать всем просто, чтобы понять, а как бы на что фокусироваться. Что для разработчиков важно и вообще, что ты делаешь, когда технический лидер, архитектор, там, назовите любые вещи, которые вам нравятся. Вот. Ну, на этом, собственно, все. Спасибо большое за внимание. Я не знаю, будут ли у нас какие-то вопросы, ответ у нас осталось 50 секунд, но я точно буду в дискуссионной зоне. Подходите, спрашивайте, не стесняйтесь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok